Друзья, всем привет! Сегодня мы разберем, какие 4 активы купить на этом рынке будет точно не ошибкой, а самое главное, что с этими активами делать. Ведь если мы научились фармить в конкретных активах, то наша доходность от вот этого приумножения активов в количестве приумножается на доходность от рынка. То есть если у нас, например, было 10 эфиров в начале года, и мы сделали плюс 40% эфира за год, то в конце года у нас 14 эфиров. А если этот эфир вырос в 2 или в 3 раза, то нашей прибыли становится существенно больше. Итак, рассмотрим монету АВАКС. В принципе, 25 долларов это значение, на которых можно прикупить АВАКС, лишнее я этого не делал, но тем не менее, если у вас АВАКС лежит в портфеле, если вы планируете покупать АВАКС, то будет грех не знать стратегии, по которой можно фармить халявные 16-20% годовых в токене АВАКС. То есть вы купили 100 токенов, в конце года у вас 120 токенов. Если актив дал там несколько иксов, то ваша доходность от инвестиций в DeFi приумножилась на доходность рынка, и вы зарабатываете кратно больше. Но если ваши активы падают в цене, то вам не так больно, потому что вы выфармливаете постоянно активы, у вас их становится больше, и ваш капитал падает намного медленнее. Досмотрев одно это видео до конца, вы рискуете на бычьем цикле заработать гораздо больше, чем заработали бы просто, если бы купили активы в свой портфель, и они бы лежали у вас там мертвым грузом. Итак, представим, что мы купили АВАКС, или он у нас лежит в портфеле. Куда нам его нести? Протокол ЦАН. Однозначный протокол ЦАН. Ничего на сегодняшний день не сравнится по доходности с протоколом ЦАН, где реализован децентрализованный арбитраж криптовалюты. Здесь мы подключаем наш кошелек и переходим в автоматические стратегии. И выбираем здесь стратегию S-АВАКС, АВАКС через Бенкью. И здесь мы видим, что стратегия дает 16% годовых. На самом деле, она колеблется от 13% до 20% годовых время от времени. Тут очень подробная документация протокола, собственно, о всех рисках. 4 щитка из 5 стоит с точки зрения уверенности в этой стратегии у самих авторов. Здесь описана доходность, откуда наберется риски. Я коротко вам расскажу. Смотрите, есть такая вещь, как стейкинг. Вы можете застейкать свой АВАКС под какие-нибудь там 5, 6, 7% годовых. Так вот, если вы застейкаете АВАКС через децентрализованный протокол Бенкью, то Бенкью вам даст S-АВАКС, подтверждающий, что вы через Бенкью застейкали свой АВАКС. Это актив, который равен 1 к 1 и постепенно растет в цене по отношению к второму активу. Он является гарантией того, что Бенкью в обмен на вот эти S-АВАКСы вернет вам настоящий АВАКС после того, как вы захотите его забрать. Так вот, если вы захотите забрать свой АВАКС, оригинальный АВАКС, который находится в стейкинге, вам потребуется 15 дней. Такие правила системы. И что происходит, если у вас нет 15 дней, вам надо срочно скинуть этот S-АВАКС. Для этого была придумана децентрализованная пара, где вы можете S-АВАКС поменять на АВАКС, полностью децентрализованной через обменник, такой как Curve, Uniswap и так далее. Так вот, если какой-то кит или большое количество людей бегут из S-АВАКСа в АВАКС, то отношения этих активов могут меняться. И вот, собственно, данный протокол САН придумали децентрализованный арбитраж. Они откупают просадки данного актива, потому что все равно они всегда будут стремиться один к одному. Ну, пропорции будут, понятное дело, меняться, потому что оригинальный АВАКС стейкается, на него приходит 7% годовых, и стоимость АВАКСа падает по отношению к S-АВАКСа примерно на 7% в год. И тем не менее, они будут стремиться к друг другу, к вот этому идеальному соотношению, которое установлено рынком на сегодняшний день. И, соответственно, когда пропорция S-АВАКСа к АВАКСу меняется, и S-АВАКС проседает, то мы можем выкупить его, вернув адекватную пропорцию. После чего с этим купленным S-АВАКСом мы просто идем на BNQ, unstейкаем наш АВАКС, ждем 15 дней и получаем наш нативный АВАКС. Таким образом мы можем зарабатывать на круг 2-3, иногда 4%. Но руками это делать не то чтобы сложно, это скорее невозможно. Можно, конечно, поставить отложенные ордера через какую-нибудь биржу трейдер-жо, но все это нужно делать ручками. ЦАН с нас снимает всю ответственность и делает это с помощью своих ботов, с помощью своих технологий. И ЦАН использует данную технологию, чтобы постоянно откупать, постоянно арбитражить наши активы и нафармливать нам эту доходность. За что он берет свою небольшую комиссию, то ли 10, то ли 20% документации можно почитать. Более того, он нашу позицию в АВАКСе еще закладывает на лендинг, накручивает плечо, чтобы мы зарабатывали еще больше. В общем, технология классная, работаем мы с этим протоколом уже полтора или два года, никогда он нас не подводил, пишет честную доходность, поэтому настоятельно рекомендую. Второй актив, который максимально интересен для покупки на данный момент, это же, конечно, проект АПТОС, который нравится разработчикам, который нравится аналитикам DeFi Клаба. Это люди, у которых лежат мои деньги, они ими управляют, они делают различные стратегии на эти деньги и показывают очень крутую доходность, о которой вы можете узнать, если перейдете по ссылочке в описании и почитаете про DeFi Клаб. Такого вот АПТОС можно на сегодняшний день среднерисково оформить по 13% годовых. И это не стейкинг, который дает нам 2 или 3% годовых, это 13% годовых. Это очень неплохая доходность, которая время от времени может расти и немножко проседать. Итак, в DeFi Клабе была выложена стратегия на АПТОС, 13% годовых на сегодняшний день можно получать. Это стейкинг плюс лупинг АПТОСа. И вот здесь обратите внимание, что рекомендованный процент на позицию не более 50% от общего количества АПТОСа. Дело в том, что работа с децентрализованными протоколами – это всегда риски. И нельзя ни в коем случае в один протокол отправлять весь свой актив работать. Если это, конечно, не санг, который несколько лет на рынке. Тут протокол более молодой, поэтому нужно быть осторожными и пока не отправлять больше 50%. Тем не менее, даже если мы 50% АПТОСа припаркуем в данную стратегию, а есть другие стратегии, которые вы можете найти в DeFi Клабе, то мы сможем фармить 5-7% годовых в АПТОСе. Да, это немного, но представьте, что сделает с нашей позиции сложный процент. Ведь бычка может наступить как в следующем году, так и через 2 года более чем спокойно. И все это время мы просто пассивно в 2 клика выфармливаем эту доходность и получаем наши награды. Но о том, как открыть данную позицию, как она работает, расскажет мой аналитик DeFi Клаба Александр. Александр, тебе слово. Первое, что нужно сделать, это зайти на сайт amnes.finance, подключить ваш кошелек, после чего ввести количество АПТОСов, которые вы хотите застейкать и нажать Mint and Stake. После чего вы получите токены STAPTOS. В этом случае вы будете получать 9.29% годовых, что очень неплохо за обыкновенный стейкинг. Если вы хотите сделать лупинг и увеличить доходность вплоть до 13%, переходим на Aries Markets, кладем в залог наш STAPTOS, под него берем токены, которые на ваш текущий момент будут стоить дешевле всего в стейблкоинах. В нашем случае сейчас это ZUSDT. Берем ZUSDT, после чего свапаем их на ZUSDT, так как по нему самый большой процент по депозиту, и кладем их сюда. Таким образом, на изначальный АПТОС вы будете получать большую доходность. Сколько же стейблкоинов брать взаим? В случае, если вы готовы мониторить вашу позицию каждый день, так как параметр ликвидации здесь 70%, а LTV 65%, вы можете взять 50% взаим, если готовы мониторить регулярно. Если вы не можете, либо же не готовы мониторить, то берете 40% и ликвидация будет значительно дальше. Теперь по рискам данной стратегии. Риск это, конечно же, падение АПТОСа. В таком случае ваш залог не сможет обеспечивать займ, а вас просто ликвидируют. И депэк СТАПТОСа. Если СТАПТОС депэгнется, то есть его цена просядет, мы будем также ликвидированы, потому что у нас в залоге лежит именно СТАПТОС. И, конечно же, риск глома Arias Markets и Amnis Finance, но мы считаем эти протоколы относительно надежными, на сети АПТОС, потому что они лидирующие в своей категории. Очень важно сказать, что если вы будете вытаскивать из стейкинга ваши АПТОСы, это займет 30 дней при конвертации один к одному. Если же вы хотите достать их сразу же, то будет убыток в чуть менее 2%, поэтому учитывайте, что анстейкинг занимает 30 дней. Именно поэтому мы не сделали лупинг через АПТОС. Спасибо, Александр, но мы переходим к следующему, не менее популярному активу SUE. SUE на сегодняшнем день, не сказать, что торгуется на самом низу, потому что по 0.38 центов, по 0.40 центов можно было его откупить. Тем не менее, мы видим, как SUE вырос за последний вот этот мини-отскок, дорос аж до 2 долларов, и мы практически не сомневаемся в том, что он будет дальше расти. Итак, по 0.74 мы можем откупить SUE прямо сейчас, или если он у нас есть в портфеле, то мы его можем отправить в децентрализованные стратегии, работать и приумножаться. SUE все намного интереснее. Мы можем формить его от 40 до 60% годовых. Вы только вдумайтесь в эту доходность. С такой доходностью вам не страшна просадка ни на 30, ни на 40, ни на 50%, потому что каждый год вы увеличиваете свою позицию на 50%. Вот такая стратегия у нас тестируется уже аж 174 дня в DeFi Club. Если кто не знал, то DeFi Club – это аналитический сервис, куда выкладываются все самые топовые стратегии в DeFi. Это люди, которым лично я доверяю управление своими деньгами. На них эти стратегии и тестируются, на них эти стратегии открываются и ведутся. Более того, протоколы очень часто врут. В DeFi Club же мы снимаем каждую неделю или раз в какой-то период доходность, которую получается сделать в той или иной стратегии на тех или иных протоколах. И тут мы видим историческую доходность, которая время от времени редактируется. И здесь мы видим APR на текущий момент 154% годовых. На самом деле вот здесь пишется предполагаемый процент 52,3%. Это процент, который мы ожидаем получить годовой, потому что доходность время от времени колеблется. И она может снижаться, опускаться. И чтобы не строить завышенных ожиданий, мы пишем минимальный APR в данной позиции. Но тем не менее, по факту у нас получилось сделать за 174 дня плюс 44% в токенах SUI. Это 154% годовых, что очень и очень интересно. Вы можете просто повторить за нами эту стратегию, открываться в тех же диапазонах, задавать любые вопросы внутри клуба и зарабатывать на этом хорошие деньги. Итак, если мы тыкнем на протокол Cetus, то тут у нас откроется инвесторский аудит. Инвесторский аудит у нас 9 из 14. То есть это достаточно надежный протокол, на который мы можем вот здесь по ссылочке перейти и открыть нашу позицию. Для этого мы перейдем в Web, здесь переходим в вкладочку Orn и выбираем Pool. Здесь нам надо найти наш интересующий пул. Мы просто выбираем токен Cetus. И вот он у нас Cetus SUI. Здесь мы прописываем необходимый нам диапазон концентрированной ликвидности. Кстати, если вы не понимаете, что такое концентрированная ликвидность и как она работает, то обязательно посмотрите ролик на моем канале, там я подробнейшее все рассказал. Просто после просмотра этого ролика поищите ролик Uniswap в версии 3.0. Такая зеленая будет аватарочка. Итак, здесь мы прописываем нужный диапазон, подключаем наш метамаск и открываем позицию. Снимите сториз о том, что вы смотрите это видео. Отмечайте меня. Пишите главный инсайт, который вы получили, смотря это видео. Я случайным образом выберу трех счастливчиков, которым подарю подписку в DeFi Club. Удачи! Ну и четвертый, последний актив на сегодня это CRV Token. Токен – децентрализованный биржа Curve, лично на который я поставил ставку в этом цикле. И я думаю не зря. На сегодняшний день монета торгуется по 288 центов. Очень большой потенциал у нее к росту. Буквально любое обновление с моей точки зрения на Curve, а на Curve еще нету концентрированной ликвидности на Curve. Постоянно что-то тестируют, постоянно Миша что-то придумывает, наш СНГ-шный разработчик. Поэтому в Curve мы верим, в Curve мы покупаем и в Curve мы, конечно, фармим. Здесь все очень просто. Цена 0,28 центов. Если мы посмотрим график по дням за последний период, то мы увидим, что цена находится очень сильно на дне. Есть куда расти. Если посмотреть на 22 год, ХАИ 22 года, то монетка стоила 6,6 центов. Если DeFi у нас будут накачиваться, вернее, не если, а когда, с моей точки зрения, то пампы тут неизбежные. Но опять же таки, Dior, ребята, Deon Research, обязательно проводите собственное расследование. Не верьте словам какого-то блогера из интернета. Это лишь мое субъективное ощущение, поэтому только кинсуи я держу в своем публичном портфеле. Кстати, если вас интересуют мои портфели мемкоинов, альткоинов, когда я что покупаю, когда я что продаю, то добро пожаловать по ссылочке в описании. Там будет ссылка на мой закрытый канал, где всего за 15 долларов в месяц вы получаете доступ к двум этим публичным портфелям. Все мои действия, все мои мысли по рынку и не только будут там. В общем, переходите по ссылочке, там все подробно описано. Итак, что же нам делать с токеном SUI? Вот мы его купили. Конечно же, пойти на Convex. На сегодняшний день у меня на Convex застыкана токена в CRV на 8 или на 9 тысяч долларов. Объясню почему. Здесь очень хорошая доходность. 25% годовых, а то и 26% годовых. На самом деле, доходность достаточно динамична. Она то падает до 20, то вырастает до 35, даже 40% по-моему мы видели за последний год. Тем не менее, усредненная доходность 20-25% в токенах SUI меня более чем устраивает. Это история про то, где ты нажал буквально несколько кнопок. Если ты веришь, опять же таки, в этот актив, если он у тебя лежит в портфеле, то нет никакого смысла его не отправить фармиться. Ведь в любой момент ты можешь его вытащить из тейкинга или продать обернутые активы и выйти из данной позиции. Кстати, про Convex, про Curve я снял отдельное большое видео. Обязательно посмотри его на канале. Здесь вот будет ссылочка. Итак, друзья. В моем портфеле еще есть достаточное количество активов. Обязательно пишите в комментариях активы, которые интересны лично вам, которые нужно разобрать, на которые нужно поискать стратегии и обязательно сниму видео про эту историю. Также в этом видео мы разобрали всего 4 альткоина. Если это видео быстро соберет тысячу лайков, то я расскажу про еще 4-6 стратегии на другие активы, которые лежат в моем портфеле. Жду ваших комментариев, жду ваши лайки. Тыкните гребаный колокольчик и удачи вам.